Здравствуйте, я красный доктор Бобинов Григорий Вячеславович. Сегодня снова о нормах труда. Сегодня поговорим о том, из каких пунктов должна состоять зарплата, как это закрепить в коллективном договоре. И уже пошел какой-то упрек, что типа я упоминаю Скворцову, который уже не министр здравоохранения, но сама же Скворцова говорит, что нынешняя система оплаты труда существует аж с 2004 года, то есть последние 15-16 лет. Им понятно, что в 2004 году Скворцовой не было, а вот эта вот система уже существовала. И по большому счету наличие Скворцовой на посту министра на это никак не повлияло, о чем она говорит в многочисленных своих интервью. Если хотите, я разберу это в следующем ролике, все ее слова, которые были сказаны на камеру. И, как нетрудно догадаться, следующий министр вряд ли на это как-то повлияет. Повлиять может только какое-то давление снизу. Об этом я тоже объясню в следующем ролике, опять же, если захотите. А сегодня давайте поговорим о том, то есть продолжим разговор, из чего же должна состоять зарплата в лечебных учреждениях. Я это буду приводить на примере Скорой помощи, потому что являюсь врачом Скорой помощи, мне это близко, но поверьте, то же самое можно рассчитать и для травматолога-хирурга, для операционной медсестры. Система одна и та же. Итак, поехали. Итак, первое, это должностной оклад. В прошлом ролике мы рассчитали применительно к городу Магнитогорску, и дальше я буду показывать на городе Магнитогорске, сколько же это должно быть. Итак, мы рассчитали, что это 9,37 вызова. В сутки должна делать бригада, чтобы ей заплатили по указам президента непросредственно для фельдшера 100% от средней по региону, что для Челябинской области, то ли 37, то ли 39 тысяч, надо уточнить. Итак, они сделали эти вызыва. Ну, на Скорой применяется суммированный учет рабочего времени, суммируются недели, чаще всего это месяц, реже квартал, больше квартала нельзя, потому что на Скорые вредные условия труда. И вот суммируя эти недели, мы получим за месяц, получается там, допустим, для месяца 171,4 рассчитываем на в месяц, сколько эта бригада должна сделать. 109,37 поделим на 24, умножим на 171,4 и получим такую интересную цифру, как 66,917. То есть, получается, что в месяц, если рабочих часов, норма рабочего времени 171,4, надо сделать чуть меньше 67 вызовов, и за это получить вот эту среднюю зарплату по региону для Челябинска, это, ну, кажется, 37 тысяч. Не сложно догадаться, что если ты делаешь не 67, а 68 вызовов, ты за эти вызовы, за дополнительный вызов больница получает дополнительные деньги, потому что обычно в наших регионах редко есть одна бригада на 10 тысяч, чаще всего этих бригад намного меньше, и поэтому вот этот следующий вызов, он взят конкретно из следующей 10 тысяч, на которую бригаду нет. И вы там распределяете вот эту дополнительную нагрузку, но на это территориальный фонд все равно выделяет деньги. То есть, получается, что кто-то получает деньги, только не вы. Так вот, вы должны настаивать и прописывать в коллективном договоре, что вот эти деньги, которые идут сверх нормы, за эти вызовы, должны как-то распределяться в коллективе. Итак, по цифре 2, мы должны отметить для себя все, что сверху 67 вызовов в месяц на одну ставку должно дополнительно оплачиваться. Третье. Наверняка вы слышали о таком понятии, как одноканальное финансирование, что деньги приходят по какому-то одному каналу, и вот финансируются, оттуда берутся зарплаты. Вот этому всему не верьте, деньги приходят из разных мест, больницы получают их из разных источников. Итак, вот что касается, например, иногородних граждан. Не секрет, что мы обслуживаем в том числе иногородних граждан. И если вот наша зарплата должна рассчитываться из тех параметров, что мы оказываем помощь именно прикрепленному населению, то тут появляются гости. Например, я живу в Санкт-Петербурге, иногда мне кажется, что именно гостей Санкт-Петербурга намного больше, чем самих жителей Санкт-Петербурга. И вы не поверите, вы их обслужили, потому что вы не можете их не обслуживать. Вы их обслужили, и, соответственно, на них больница предъявляет счета тем страховым компаниям, те регионы, откуда приехали эти граждане нашей России. И вот оттуда приходят эти деньги. Вот поверьте, вот это тоже часть вашей зарплаты. Просто об этом надо знать, это надо указать в коллективном договоре, и конкретно определиться, какая сумма идет с того или иного случая именно в заработную плату вашей бригаде. Четвертое. Есть еще такие жители, даже не нашей страны, а других государств. Их достаточно много в наших регионах, потому что Средняя Азия и тому подобное приезжают сюда зарабатывать. И, о боже, они ломают руки, ноги на стройке, падают с высоты, рвут внутренние органы. И не только скорая помощь, но и хирургические, травматологические бригады оказывают им помощь. Но скорая помощь в том числе. И надо подразумевать, что у этих людей есть страховые полюса, то есть обычно это добровольное медицинское страхование. И вот если иностранец упал, им его полечили, то больница высылает счета той страховой компании, от которой он получил добровольный этот полюс добровольного медицинского страхования, и ему идут деньги. И не поверите, часть этого тарифа, которая там есть, в нем есть и ваша зарплата. Пятое. Оплата за мероприятие. Вы не поверите, но так это и есть, что сейчас многие мероприятия не могут обслуживаться, вернее, не могут быть проведены без того, если на нем не присутствует скорая помощь. Потому что сейчас каждое мероприятие может превратиться и превращается в какую-то локальную войну. Итак, за эти мероприятия тоже больница получает определенные деньги. То есть приходят джигиты и говорят, нам надо провести мероприятие, вот нам нужна бригада. Соответственно, больница выставляет ценник, сколько стоит такая бригада в час, и вы выезжаете для обслуживания этого мероприятия. Ну так вот, в этих деньгах есть тоже часть вашей зарплаты. То есть вы должны разобраться, что это такое, почему, с помощью профсоюза, и включить это в коллективный договор. Шестое. Итак, ни для кого не секрет, что на большинстве территории нашей России, необъятность страны, большинство бригад работают в неполном составе. В кавычках назовем это работа по одному. То есть выезжает в составе водитель, фельдшер, либо водитель, врач. Иногда даже просто для перевозки присылают машину без медицинского работника. Но возьмем просто случай, когда неполная бригада, то есть работает по одному, естественно, оплачивается по полному тарифу, и, соответственно, конкретно в этом тарифе есть части вашей зарплаты за то, что вы исполняли обязанности за двоих. Это тоже надо все рассчитать и прописать в коллективном договоре. Седьмое. Помимо зарегистрированных обслуженных лиц, у которых есть полюса и тому подобное, есть такое понятие, как безрезультатные выезды. То есть вы выезжали непосредственно людям оказывать помощь, но у них не было документов, вы не смогли найти полис, либо еще какие-то причины. И у нас есть такое понятие, графа, как безрезультатные вызовы. Вот эти безрезультатные вызовы, деньги на это возделяются напрямую из бюджета. То есть не из территориального фонда обязательного медицинского страхования, а из бюджета. То есть вот каждый вызов тоже стоит определенные деньги, в каждом регионе эти свои деньги, и вы, о боже, не поверите, что в этих деньгах есть часть вашей зарплаты. То есть вы должны конкретно знать, сколько стоит вызов, отмечать у себя, соответственно, сколько вы таких вызовов сделали, и, естественно, прописать это вам в коллективном договоре, в положении об оплате труда, сколько положено вам из этих безрезультатных вызовов, из этого тарифа по безрезультатным вызовам. Восьмое. Итак, у нас идет такая программа по стране, то есть у нас настроили сосудистых центров по острому коронарному синдрому и по нарушению мозгового кровообращения. И, соответственно, там по скорой помощи мы туда везем пациентов, у которых произошел тот или иной случай, ну, соответственно, ОКС или острое нарушение мозгового кровообращения. На это выделяются конкретные деньги, в том числе и на премирование. То есть вам наверняка уже выяли мозги, что вы должны вовремя туда приехать, как можно быстрее, как можно быстрее сориентироваться в обстановке, поставить правильный диагноз, отзвониться в какой-нибудь колл-центр или в сосудистый центр, сказать, что вот у меня такой случай, сделать все по стандартам, и вы не поверите, что есть премиальные деньги за то, что делаете вы это правильно, привезли вовремя и отзвонились туда, куда нужно. И вот в Санкт-Петербурге, если раньше нам за такие случаи платили по 5 тысяч, то сейчас почему-то платят по тысяче-полторы, и как-то это все пихается без росписи, без всего. То есть что за деньги, почему это так дается. И то же самое происходит в регионах. В некоторых регионах даже не подразумевают, что за это положены какие-то премиальные. Поверьте, положено для стимулирования именно медицинских работников, чтобы вот эта программа по ОКС и острому нарушению мозгового кровообращения просто работала как часы. Девятое. Это оплата в праздничные дни. Но здесь, я надеюсь, все просто, в праздничные дни платятся в двойном размере. Десятое. Работа сверх ставки. Итак, по Трудовому кодексу Российской Федерации, если вы работаете сверх ставки, по вашему личному согласию с вашего личного заявления, то, соответственно, первые два часа вам платят в полуторном размере, если следующие часы платятся в двойном размере. Соответственно, если у вас учет рабочего времени месяц, то складываются вот эти все часы, которые сверх ставки, в данном примере больше 171 часа, если вы работаете. Ну и, соответственно, платятся в полуторном, еще раз повторюсь, с первой два часа, а затем в двойном размере. Я понимаю, что сейчас меня спросят, разведут руками, как же так, мы же пишем какие-то заявления, дополнительно нам дают полставки. Ну, от себя могу сказать, что все это делается незаконно, потому что по тому же Трудовому кодексу Российской Федерации сверх ставки во вредных условиях работать нельзя. А то, что сейчас творится у нас в стране, это нарушение всех норм Трудового кодекса Российской Федерации, и это привело уже к следующим результатам. Как докладывал профессор Двойников Вероники Игоревне Скворцовой, что смертность до 50 лет среди работников медицины на 40% больше, нежели среди других категорий работников. И это можно легко объяснить, потому что работая постоянно вот в таком режиме, в постоянных переработках по две ставки, операционной сестре несложно уколоться, именно потеряя концентрацию на какой-то очередной операции ночью, заразившись гепатитом В, С, какой-нибудь ВИЧ-инфекцией, и вот уже через 15 лет, в возрасте 40 лет, можно, в принципе, уже и умирать. Просто из-за того, что не отдохнуло. Одиннадцатое. Есть такое понятие, как сэкономленный фонд заработной платы. То есть финансирование того или иного подразделения определяется в начале года и, в принципе, выделяется равными траншами, они понятны в начале года. Так вот, по тем или иным причинам, там, допустим, человек ушел на больничный, осталась какая-то сумма невыплаченная и тому подобное, остаются деньги, которые идут в фонд, сэкономленный фонд заработной платы. В принципе, из него как раз и получалась 113-я зарплата, о которых забыли, просто уже забыли во многих учреждениях. Либо дают какую-то просто подачку, как вот, допустим, у меня в поликлинике. Но, если контролировать это с помощью профсоюза, то есть получать отчетность о сэкономленном фонде заработной платы, то, соответственно, в конце года, ну, как решите там по квартально или раз в полгода, этот фонд можно, в принципе, распределять. И там получаются неплохие деньги. То есть, вы помните о этих 13-х зарплатах, вы помните о хороших квартальных премиях, которые были когда-то и которые сейчас закончились. Почему закончились, я расскажу вам в одном из следующих роликов. Итак, мы рассчитали 11 пунктов, из которых должна состоять зарплата, но это еще не все. Итак, президент в своем указе от 12-го года говорит о 100% от средней для средних медицинских работников и 200% от средней по региону для врачей. Но тут надо понимать следующий момент. Ведь это говорится о нормальных условиях труда. То есть, это сидит врач-диетолог в своем хорошем светлом кабинете, рассчитывает 15-й стол, потом одевает маск, халат, медицинские, шапочку и противогаз, чтобы случайно не нанюхаться на кухне испарением от вареной картошки, чтобы не получить вредность. И вот это вот стоит как раз 200% по региону. Но работники, допустим, скорой помощи, ну и большинство работников работают в условиях, отличающихся от нормальных. То есть, у работников скорой помощи есть такие вещи, как вредность и работа ночью. Так вот, за эти условия, отличающиеся от нормальных, обычно впихивают вот в эти 200% или в 100%. Но это же нечестно, согласитесь. То есть, врач-диетолог, находясь в светлом кабинете, получит те же 200%, как и врач скорой помощи, постоянно в авариях весь в крови, работая в ночные смены. И поэтому логичнее было бы именно за вредность, там вот эти вот от 4 до 15%, и за ночные вот эти 100% именно рассчитывать дополнительно. То есть, сверх вот этих 200% или 100%. Вот в этом есть справедливость и железная логика. Ну и 14-15 пунктам хотелось бы напомнить о таких вещах, как лист нетрудоспособности, он тоже оплачивается, и непосредственно отпускные, они тоже оплачиваются. С этим тоже надо разобраться и не забыть его включить в положение об оплате труда, в коллективный договор, который так важен для каждого из вас. Ну и хочется напомнить, чтобы заключить такой классный коллективный договор, где будут прописаны эти все 15 пунктов, понятные для каждого работника в лечебном учреждении, для этого надо объединиться, лучше всего объединиться под эгидой профсоюза действия, потому что у нас есть опыт заключения коллективных договоров. Создавайте ячейки в своих лечебных учреждениях, все координаты будут в этом ролике, ну а дальше мы продолжим разбирать, сейчас разговор будет идти о тарифе, разберу на примере скорой помощи в Магнитогорске, но вы можете просчитать по той же самой схеме для других регионов, ну в принципе и для других специальностей, все достаточно просто, но об этом в следующем ролике. Ну и будьте здоровы, а пока, пока!